Конструктор спитывает нам на компьютер программы. Мне остается выбрать эту программу, задать толщину металла. Параметры листа, скорость резки и нажать кнопку пуск. Оператор Илья Карачев на станке с ЧПУ лазером режет металлические листы. За несколько минут можно изготовить даже металлическую открытку со сложным узором. Программа закончилась, программа резалась в 8 минут. Вот мы получили готовые изделия. Работаю на лазере, резкой металлой занимаюсь. В свободное время собираю, другими работами занимаюсь. На данном предприятии работаю год. Меня все устраивает, хорошие условия работы, дружный коллектив. Около ста человек трудятся на малом предприятии. Многие сотрудники – универсалы, как оператор лазера Илья Карачев. На предприятии, выпускающие медицинскую мебель, все основные процессы автоматизированы. Положить и снять лист с металла на станке закройщики – это вся роль рабочего. Японская машина выбивает детали с точностью в 5 микрон. На данный момент происходит пробивка корпусов для почтовых ящиков. В количестве мы до 1000 штук пробиваем за неделю. То есть мы работаем по операции с череповецкой фирмой. С уникальными станками на производстве сегодня познакомились представители городских властей. В основном предприятии выпускают мебель, шкафы, столы и кровати для медучреждений. Причем номенклатуру постоянно расширяют. Сейчас партию шкафов по новой технологии готовят для московского дилера. Этот вид мебели расходится по всей стране. Да, здесь на сборке представлены шкафы основной серии. То есть это широкие шкафы, которые поставляются в лечебные учреждения. То есть они сварного вида. Мы стали еще производить шкафы разборные. То есть для того, чтобы минимизировать затраты на транспортировку. Не как раньше собирались на болты, как это варианты раньше в советское время пытались. Теперь они полностью идут на клипсах. То есть вверх, вниз, справа, влево собрали, получили шкаф. Быстро, экономично и компактно. Стенки, дверцы и полки поставляют отдельно до 500 комплектов в месяц. Предприятие выпускает и другие виды продукции. Сейчас в производстве партии стоек и витрин для магазинов местной торговой сети. Причем теперь этот заказчик номер один. На втором месте организация Санкт-Петербурга. На сегодняшний день мы идем по лучшему графику, какой у нас был. То есть мы сегодня на 3 миллиона делаем больше, чем в прошлом году. Багаж самый основной – это люди. То есть люди, квалификация высокая. Я бы сказал даже сумасшедшая. Что сварщики, что царя есть, есть. Ну, просто у тебя гранды. Которые, значит, сегодня программу сами наберут, которые сделают деталь и которые отвечают за качество. Качество – это сторона номер один в нашем производстве. Сегодня «Оптимех» отмечает 25-летний юбилей. С праздником руководства завода поздравили городские власти. За четверть века предприятие нашло контрагентов в 64 регионах страны и в странах ближнего зарубежья. По итогам прошлого года налоговое отчисление предприятия составили порядка 19 миллионов рублей. Предприятие, я хочу сказать, что уникальное. Уникальное оно и потому, что здесь работают больше ста человек. Это люди высококвалифицированные. Предприятие, значит, работают с инновациями и работают по программе импортозамещения. Из малого бизнеса – это он. Машиностроительная отрасль является у нас фундаментом, так скажем, экономики и региона, и основной частью промышленности нашего города. Более 30% годового объема произведенной продукции производится именно на машиностроительных предприятиях. В Вологде работают 260 машиностроительных предприятий. 10 тысяч человек, работающих в этой отрасли, 30 сентября отметят свой профессиональный праздник. Машиностроители обеспечивают стабильность экономики, налоговые платежи, участвуют в социальных проектах. Растет и благосостояние работников в этой сфере. Зарплата машиностроителей Вологды за год выросла на 6%. Мария Кудрякова, Михаил Прищев, Вологдайров.